В Ревде, да, сегодня давайте без где-где, а конкретно на четвертом километре трассы Ревда-Сумс, ну это если кто вдруг не в курсе, среднеуральский металлургический завод, около полудня приключился неравный и при этом смертельный бой между двумя братьями из семейства Шевроле. Ну, такими не шибко родными, скорее двоюродными, кузенами. Черным универсалом Лачетти и синим мелколитражиком Спарк. Декорация такая, посредь бела дня со стороны Сумза в основной массив Ревды ехал мелкий Спарк, пилотируемый 36-летним рулевым со стажем вождения всего один год и с нулем нарушений ПДД за плечами. На четвертом километре трассы, где-то посреди березовых лесов, автонеофит не справился со скоростью и зимней трассой, Спарк занесло и юзом бросило на чужую, где в это время появился первый встречный черный Шевроле Лачетти. И он своим носом вонзился в левый, читай, водительский борт маленького Спарка, у которого очень сильно поплала геометрия, ну а вообще-то его просто заплющило. И очень сложно выжить водителю в такой ситуации, когда ровно в него влетает больше тонны твердого бездушного железа. В 12.15 на автодороге Ревда-Сумс произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины Шевроле Спарк, двигаясь по данной автодороге в направлении города Ревды со стороны завода Сумс, не учел скорость конкретным дорожным условиям, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Шевроле Лачетти. В результате ДТП водитель автомашины Шевроле Спарк от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. За рулем Шевроле Лачетти находился 51-летний пилот, который хоть и был обременен, но при жестком ударе все же покалечился и на карете отъехал в реанимацию Ревдинской больницы. А гаишники при исследовании места замеса обнаружили недостатки зимнего содержания трассы в виде рыхлого снега на обочине, в который отлетел Лачетти. В этой связи гаишники выписали балансодержателю этой дороги предписание на устранение снежных недостатков. Уважаемые участники дорожного движения, при движении по автодорогам будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим.